В конце 1989 года новость из Краматорска прогремела на всю страну. Ампула с Цезием-137 стала причиной смерти четырёх детей и двоих взрослых в доме на улице гвардейцев-кантемировцев. Они умирали от белокровия на протяжении девяти лет. Одинаковый диагноз медики списывали на наследственность. В 1981 году умерла 18-летняя девушка. Через год её 16-летний брат. Потом их мать. Сына-подростка потеряли новые жильцы, вселившиеся вскоре в эту квартиру. Тревогу забил отец, заподозрив, что смертельное заболевание как-то связано с жильём. По воспоминаниям врача-радиолога Николая Савченко, к ним обратились с просьбой измерить радиационный фон одной из квартир. Радиологи по привычке включили приборы уже на территории двора. Оба дозиметра зашкалила. В подъезде дома приборы показывали намного меньше, а на пороге квартиры снова сошли с ума и показали критические значения. Специалистам понадобился более мощный прибор, который нашёлся в штабе гражданской обороны. Тревогу забили на всех уровнях, но определить, что же это за источник излучения и когда он туда попал, специалисты пока не могли. Все размышления шли к тому, что в стене оказался цезий. Самая большая мощность излучения была в детской, в смежной квартире за стеной и в квартире этажом выше. Из этих квартир людей отселили. А для того, чтобы вырезать часть стены, к её участку с источником излучения прибили свинцовые пластины для защиты рабочих. Водители грузовика с песком тоже оградили свинцовыми пластинами и передняком. И машина увезла опасный груз в заводскую лабораторию, откуда его забрали специалисты Киевского института ядерных исследований. К концу 1990 года стали известны результаты расследования, каким образом в панель Краматорского дома попал изотоп. Когда ампулу размером 8 на 4 мм извлекли из куска бетона в Киевском институте ядерных исследований и по номеру определили её место регистрации, не составило труда выяснить, что изотоп должен был находиться в измерительном приборе объединения, добывавшего гравий и щебень в Каранском карьере Донецкой области. Ещё в конце 70-х годов его потеряли, потом будто бы искали, но недолго. Следствием было установлено, что поиск ампулы вёлся неудовлетворительно. По слухам, качественный щебень из карьера, с которым в Краматорск попала и ампула, предназначался для строительства олимпийских сооружений в Москве. И когда сообщение об утерянной ампуле с Цезием дошло до Брежнева, он запретил прекращать строительство до окончания поисков. Олимпиада должна была состояться во что бы то ни стало. Через неделю поиск ампулы прекратили по приказу из Центра. Тем временем, на рубеже 80-х-90-х годов дом стал прокажённым. Как вспоминает одна из жительниц подъезда, никто не хотел в него вселяться. По городу и стране прокатилась волна радиофобии. Инвалидами из числа пострадавших от радиационного излучения ампулы с Цезием медики признали только 17 человек. Именно после Краматорской трагедии стали появляться документы о замерах радиационного фона в строящихся зданиях. К слову, в Омске в 1989 году было зафиксировано 12 случаев острого лейкоза у детей. В 90-м – 25, в 91-м – 26. Причина заболеваний, по мнению экспертов, в повышенном радиационном фоне жилых помещений города. Поскольку с 1976 по 1989 год крупнопанельные дома возводили здесь из блоков, на изготовление которых шёл радиоактивный щебень. Как могли допустить строительство смертоносных жилищ, остаётся загадкой. Спасибо вам большое за просмотр. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк и поделитесь им ВКонтакте. Субтитры подогнали Симон.